Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, дорогие телезрители! Действительно, может быть, высокое искусство, это действительно удел не всех, не всего общества, но понимание того или иного вида искусства у людей всегда разное. Тем не менее, это удел лишь части общества, высокое искусство. Но, тем не менее, оставшаяся вот эта часть, которая не является, скажем так, субъектом удела, они имеют право свои мысли вносить? Естественно, естественно. Я вообще не стала бы делить. Я имею в виду, что люди, которые занимаются искусством, вот это да, это удел не всех, потому что не все имеют таланты определенные, не все имеют специально профильное образование. Но искусство, оно же для кого? Оно, как это раньше было, искусство массы, искусство для народа. А вот уже восприятие людей, это зависит от личных качеств людей. То есть люди любят то или иное. И не бывает так, что все стопроцентно любят классическую музыку или все стопроцентно вдруг возлюбили бы современное искусство. Конечно, этого никогда не будет. Вот. И здесь абсолютно понятны вот такие вот моменты, когда кто-то согласен, а кто-то не согласен. Хорошо. Тогда предположим так, ситуацию. Домохозяйка из Магарасов, которая купила квартиру на улице Каландаршвили, к примеру, любую из каждого утра гигантской статуи Камара, потом будет говорить на одном языке с, скажем так, с теми же представителями арт-сообщества. Ну, возможно, этого и не надо. Многие же просто не поймут, что это такое. Ну, смотрите, есть же косвенное влияние искусства на жизнь людей. То есть, например, что такое современное искусство? Оно оживляет города, оно привносит определенную какую-то живость, и все начинает оживать, в том числе, допустим, я не знаю, предпринимательство, да, появляется очень интересный, яркий объект, и начинает жизнь закипать, появляются какие-то абсолютно другие виды деятельности, связанные, например, совсем не с искусством. И это в целом влияет на жизнь людей. И вот, допустим, человек, который живет в магарасах, он может почувствовать влияние этого Камара, если вдруг его ребенок будет получать, например, ну, более качественный досуг в этом месте, или она сама, как домохозяйка, может быть, будет отдыхать в этом общественном пространстве. То есть, есть косвенное влияние искусства, которое не всегда нужно объяснять буквально, и невозможно его объяснять буквально. А стоит ли вообще объяснять буквально? Может быть, даже и не стоит, потому что... Нет, я имею в виду, вот, есть же, как человек, причастный к банковской деятельности, да, есть финансовая грамотность, которая является делом и обязанностью самих граждан, да, то есть, можно трансформировать и сказать, арт просвещения наших граждан является, ну, личным делом каждого, да? Ну, да. Потребность каждого. Просто форма искусства, она может быть абсолютно разной. То есть, то, о чем мы пытаемся говорить, это же, вот, вопросы, почему Камара, почему испанский художник, якутский? Здесь, конечно, есть всему объяснение. И я думаю, что наши присутствующие сегодня попробуют вот как-то довести до людей. Я бы призвал, да, активнее подключаться, да, просто, прошу прощения, что накопилось очень много вопросов. Кстати, я хочу сказать, что вся та дискуссия, в которой были и согласны, и не согласны, вот, при обсуждении парководящих поколений, да, она велась в довольно приличных рамках чуть ли не парламентского сообщества. Я всегда говорю, поэтому нравится разговаривать даже про вывески, потому что тут не идут категории, там, дурак, сам дурак, да? То есть, люди, которые недопоняли летние мероприятия, да, они виноваты лишь в том, что в детстве не получили хорошего, скажем так, дополнительного образования. Нет, ну, Дмитрий, я бы вообще в корне не согласилась бы с таким подходом, потому что на самом деле не об этом же речь идет. Люди, у них вызывают вопросы, почему? Они, возможно, они и принимают, возможно, эти объекты, но у них, например, очень спорно вызвал. Почему комар? Ну, почему не что-либо другое? Ну, почему, простите меня, не кузнечик? И споры вызывает вот именно этот момент. Но мне кажется, мало у кого вызывает споры вообще то, что наш город оживает благодаря каким-то таким интересным моментам. тому же дворнику. Ну, допустим, тому же дворнику. Сколько было резонанса, действительно, когда мы поставили дворника, и многие спрашивают, почему он без лица? Ну, тут у художников есть на это ответ. Вот есть художное сообщество, действительно, люди, которые свое видение там в искусстве отображают тем или иным способом. И они всегда готовы объяснить, почему именно Камара, вот, например, Света Бугаева, один из соавторов, участников нашего консорциума. Люди же спрашивают, почему москвичи на нас надевают какие-то ярлыки? На самом деле, Камара-то предложили совсем не москвичи. И вот, я думаю, Света могла бы рассказать, кто предложил вообще идею Камара. Почему? На бюджетные деньги, да, скажем так. Ну, не знаю, я, наверное, начну с того, что когда мы вообще придумывали весь проект, концепцию проекта, то есть парка будущих поколений, да, у нас, как бы, как это повелось, ну, изначально мы думали о Якутии, о якутской одентичности, да, города и Якутии в целом. Ну, как вы знаете, очень много вот именно якутского того, что, чего уже очень много, то есть там, ну, люди, которые приезжают там в Якутию, это у нас там Ленские столбы, река Лен, ну, как бы, какие-то такие уже приевшиеся, наверное, вещи. А Сардана Иванова, которая нарисовала иллюстрацию Камара, она вообще очень давно уже этим Камаром, ну, как, увлекается, можно сказать, да, она сказала, что уже... У нее есть прекрасные работы, да. Да, прекрасные работы уже с 90-х годов, и мы решили, что возьмем за... Посвященных Камару? Да, у нее есть вот очень такие прям, ну, крутые работы, вот, и Камар, он же тоже как часть нашей жизни, часть, как бы, Якутской, часть Якутии, то есть каждое лето у нас все равно есть Камары, от этого никуда не денешься, да, поэтому мы подумали, что это будет очень интересно и вызовет, наверное, такую, ну, реакцию у людей, да, то есть, ну, то есть мы это понимали, что это вызовет реакцию, и что, скорее всего, мы... ну, это будет так, что привлечет внимание именно на наше пространство, то есть люди придут туда посмотреть на этого Камара, он будет вызывать там хорошие, плохие, как бы, любые эмоции, он будет вызывать эмоции, и это будет хорошо, и они туда придут, увидят, что есть такое большое красивое пространство, им там понравится, потому что пространство будет крутым, и, ну, это, наверное, вот как-то так. А с окружающей действительностью, скажем так, вот я в домашних заготовочках выразил это так, как это будет с камышами связываться, которые там вокруг обилия растут? Ну, в концепции проекта озеленения, оно, как бы, ну, это же проект, то есть мы... Мы же на практике знаем, озеленяй, не озеленяй, и все равно получишь камыши. Нет, ну, там есть, как бы, дело в том, что именно в нашем проекте, да, мы делаем насыпные, ну, как на бульваре учителя тоже, да, вот эти вот насыпные конструкции, насыпные холмы, то есть камыши растут, потому что там грунт такой, да, если мы туда завозим хороший грунт, делаем, ну, почву хорошую и засаживаем туда именно растения, которые у нас в проекте, как бы, указаны, то это будет расти, это должно расти, и тогда это не будет, ну, как есть сейчас, например. Нет, то есть это не исходит из-за того, что ряд товарищей, которые входят в консорцию Атриум Восток Плюс, просто решили сделать некий челлендж всем обывателям, всем домохозяйкам, не только из Магарас, но и из Петендяха и всего прочего, да, и сказать, а вот получите-ка комара. Я хочу по поводу комара высказаться, вообще это очень такой острый, интересный прием увидеть в малом, большое, то есть вот этот контраст, комарик это маленькое насекомое, оно представлено в гигантских размерах, вот такученькое, да. И на самом деле это философский взгляд, связанный с культурами Востока, это на самом деле как бы старо и очень остро, новое и современно преподнесено. Я думаю, это несомненно украсит наш город, это такой ход, понимаете, увидеть в малом, большое. Это называется из мухи делать слона. Ну, вообще-то... Ход-то. Да, это тоже ход, потому что юмор, это тоже такая очень характерная черта современного искусства. А почему все-таки взяли, я не понимаю, что вторичное? Аляска же вот она, Саргалана, как это называлось? А что вторичное? Москита, родина, ну, в общем, Аляска... Повтор ты имеешь в виду? Повтор образа? Да. Ну, я бы не сказала, что есть на самом деле такие прямо известные какие-то современные объекты, просто очень много на самом деле, на самом деле очень много в Азии таких же объектов, да, современного искусства, и там действительно есть какие-то подобные объекты. Или, допустим, паук, лес буржуак, отсыл, который вообще-то наши коллеги сделали, и сделали его просто, мне кажется, больше... Коллеги, это басовая так говорили? Нет, я имею в виду уже визуализацию этого образа. На самом деле это действительно сделали москвичи, да. Но это же, может быть, у меня такое ощущение, что людям не понравился его внешний образ, понимаете? А вот эта внутренняя составляющая, что чем-то можно привлечь, ну, почему, если, например, мы с Канадой вполне в таких же одинаковых условиях живем, но каким-то образом привлечь людей, это же и туристическая привлекательность, и имиджевая политика. Чем привлечь людей? Да, все знают, что у нас алмазы, да, все знают, вот Света говорит, ленские столбы, реки, озера. Но есть же еще и вещи, которые априори по умолчанию есть. Вот холод мы всегда воспринимаем как минус, да, на самом деле холод это уникальное, это уникальное свойство нашей экологии, природы, это наше богатство. Также и комары вполне возможно, вот мы считаем, что комары это вот что-то такое, даже привычное, но это не очень хорошее, не есть хорошо. Но я думаю, комар, вот это очень интересная мысль, что это тоже это уникальное явление нашей природы. Я не соглашусь, но я не согласен, выскажу сразу после рекламной паузы, которая неизбежна на канале НДК Сахак, на всем телевидении, реклама прямо сейчас. И сразу после мы вернемся к обсуждению темы, какими должны быть общественные пространства в городе Якутске. Да и не только в городе Якутске, при этом муниципалитете они везде одинаковые. Мы продолжаем программу «Один из нас», и один из нас, поверьте, в моем лице вы получаете такого яркого делегата одного из нас, любого из наших, скажем, сограждан, задается вопросом, а не отдаем ли мы нашу столицу на откуп ярким, пусть ярким, молодым, креативным, но художникам, которые, ну еще раз, вот как сама призналась Едина Дмитриевна, являют собой небольшую часть нашего общества. То есть не должно ли быть там какой-нибудь агитпроп в виде там, или если большинство бизнесменов, то там какая-то большая рекламная очень. Да, я как раз высказывалась по поводу этого, что, ну, почему вместо того, чтобы привлекать и популяризировать наших местных именитых художников, мы популяризируем уже и так известных художников, которые... Ну, если сейчас, если так подумать, я, ну, тоже проанализировала все это, сейчас, ну, современное искусство, оно провокационное получается. Более чем? Более чем, да. И как раз это вот искусство, оно нас провоцировало, меня как художника, ну, на здоровую конкуренцию. И тем самым, что я начала уже смотреть уже и узнавать про художников. И, ну, в первое время то, что вот про Мурала, то, что было летом, сперва это у меня был какой-то ступор, что за изображение. Потом после изучения, потом начинаешь выникать, и то, что в интервью тоже начинаешь выникать в человека, какие у него мысли. И действительно есть мысли, действительно интересные в том плане, что можно привлекать туристов. Допустим, вот как раз он говорил про сваи наших зданий, что их можно тоже украсить. И в том плане, что как раз-таки для привлечения туристов мне как раз-таки нужно что-то такое яркое и современное, и, допустим, даже что-то этническое. И я бы сказала, что наши бы тоже сделали бы такое. И все же для этого нужно кое-какое воспитание. Нужен такой же биграунд, как у Сарголана Скрябиной. Согласись, что у вас художественное образование, вы профессионал, вы, скажем так, готовы более-менее воспринять все те, скажем, приемы, которыми участники наших, безусловно, интересных мероприятий по внедрению новых форм искусства в общественное пространство, они, как бы сказали, шокируют. Если они шокировали даже профессионалы? Да, они шокируют. Да, они для того и предназначены, чтобы шокировать, и для того и мы здесь собрались, чтобы как раз-таки обсуждать. Если, например, в начале 20 века художники спорили, были дебаты, это нормально, это как раз-таки нужно, чтобы как раз-таки спровоцировать. Чтобы развиваться дальше. Да, спровоцировать именно наших художников, чтобы они тоже, у них возникли какие-то такие идеи, дебаты, чтобы, ну, что-то такое, ну, началось немного сумасшествие, и в то же время сумасшествие в таком правильном направлении, получается. Мне вот всегда удивляет и вызывает немного неприязнь, и как-то отталкивает это восприятие того, что объекты современного искусства вообще как продукт творчества современных художников, вообще художников, это какой-то некий IQ-тест, да, то есть постоянно, ах, ты этого не понимаешь, значит, ты недостаточно образован. То есть почему? Почему это происходит? Мы возвращаемся сначала, да. Да, не, на самом деле, почему? Это каждый проект связанный, вот давайте будем четко брать вот Якутск и общественные пространства Якутска, да, это так же, как и везде во все времена, это художественное высказывание определенного человека. Если оно появляется в пределах городского пространства, два пути. Это санкционировано и не санкционировано. Не санкционировано вообще можно, на самом деле. Оно не обязано вызывать какой-то, оно не призвано вызывать шок, я тут не соглашусь. Оно высказывает личную позицию автора. Бэнкси тот же, да? Да, или надпись на заборе, неважно. Любой подросток, который высказывает на стену. Тут, да, но это всегда высказывание, то есть это продукт мысли, и это всегда послание обществу, потому что все то, что в пространстве города, это всегда взаимодействует с людьми. А если это санкционировано, если это тем более оплачено государством на налоги, как вы говорите, это значит, это прошло отбор определенного экспертного состава, который не знает, что он умнее подавляющего числа... Обывателя. Я не люблю слово обывателя. Общество. Это только говорит о том, что у них есть определенные компетенции, которые позволяют им считать, что это может украсить город. Украсить, это стать частью города. Не обязательно украшать, это не украшательство в декоративном смысле. Вписаться. Даже может не вписаться, но он может стать частью эмоционального ландшафта. То есть есть понятие эмоционального ландшафта, когда я житель, я вот живу напротив сквера, и я воспринимаю это как часть своей жизни, повседневной жизни. Вот я вот про тебя пару и поэтому и говорю. Вот, и поэтому для меня она становится частью жизни, и это какой-то, ну, экспириенс. То есть я каждый раз в какое-то переживание, ну, то есть первый раз это сильное переживание. О, что это, комар трехметровый? Да, то есть ты для тебя, что это? Начинаешь думать о комарах. То есть, да, ну, действительно ведь комары это часть нашей жизни. Это культурный код, так же, как камыши. С камышами мы ничего не сделаем. Я тебе говорю, о зелене, не о зелене. Но почему камыши нельзя воспринимать как прекрасная часть нашего ландшафта? Есть же понятие топофилии и топофобии. То есть мы больше пытаемся говорить о том, что вот мы топофилы, мы любим место, в котором мы живем, да? И камыши, они как бы не уродуют наше пространство, они являются частыми. На самом деле камыши сейчас даже какой-то определенный тренд даже на благоустройстве. Вот эта вот сорная трава, камыши, это очень... Зачем? Дивный золотистый оттенок, колышется, на солнце светится. Я вот тоже скажу как обыватель, как тем не менее, скажу как представитель сообщества, возможно, просто жителя. Потому что у меня была такая мысль, что мы сейчас очень молодой считаемся город. У нас население не привыкло к таким вещам. И понятно, что бывают такие вот вбросы, которые непонятные и не воспринимаются нашему обществу. Почему молодой? Можно привести сравнение, что мы небольшой еще маленький ребенок, который еще пока не умеет рисовать. Если нам ребенку маленькому показать какую-то серьезную картину, которая висит в национальном художественном мировом уровне, он его не поймет. Если ему показать простой рисунок, он понимает. То есть в данном случае с возрастом нашего поколения, наших людей, если мы будем его воспитывать, что водить его будем чаще в музей этого ребенка, будем показывать, что вот это вот интересно, вот это вот то, к чему интересно, возможно, стоит стремиться, у него повысится уровень. То есть, конечно, очень нужны рисунки те, которые очень серьезные и очень нужны рисунки, которые очень простые. В данном случае это один из понятных механизмов, понятных для человека, для нашего общества, для нашего города, для ребенка, который я сравниваю. Вот Камарик, который можно как один из механизмов быстро дать ему понять, что оказаться возможны такие вот креативные вещи. А креатив это вообще в принципе за ним будущее, потому что за компьютерами угоняться нет смысла в принципе. Они всегда будут думать и считать быстрее, чем человек. Всегда. А вот креативить, общаться, договариваться друг с другом, компьютер никогда не сможет. А вот человек, ребенок, если мы сейчас в него вложим вот эту вот возможность неправильно мыслить, нестандартно подходить, решать какие-то серьезные вопросы, мы воспитаем то поколение будущего, которое вот мы получим именно то, что хотим. Место сыр фонда будущих поколений. Да, место же, кстати, парк будущих поколений. Совершенно верно, именно поэтому это одно из вариантов. Как второе сразу подскажу, что Камар у нас какого размера, девушки? Ну, вот трехметровый примерно. Трехметровый. Может, даже и больше. Объект Акуды, который мы сейчас поставили буквально на днях, он... Около пяти. Около пяти метров. Вы знаете, он в гараже выглядел массивно, громоздко. Мы его поставили на улице, он вот такой вот маленький размер. Это городское пространство, совсем другие масштабы, да. То есть вот этот Камарик, который вот сейчас, как мы все так здорово обсуждаем, он настолько сильно затеряется в том креативе, в той площадке, ребят, детей, общество, горожан, которые, увидев этого Камара, внесут туда еще дополнительные, возможно, какие-то арт-объекты, которые будут массивнее, гораздо больше обсуждаться, больше какого-то резонанса иметь. Это все уже старт. Но как триггер, согласитесь, что Камар очень, ну, выполнил свою функцию. По крайней мере, здесь, наверное, процентов 50 того социально активного населения города, которые тем или иным способом хотя бы слышали о том, что прошел конкурс, объект строится, парк будущих поколений. Здесь на самом деле не стояла такой прямой задачи, да. Да, вообще, в целом, в общественных пространствах, сегодня, смотрите, как, у нас же был, допустим, Илья Варламов, блогер, да, в последнем, в одном из последних блогов. Он что-то сильно обиделся, да? Нет, он в одном из последних блогов, где я брала интервью Натальи Фишман, это помощник президента Татарстана, который сегодня показывает прекрасные примеры благоустройства общественных пространств. Он как раз говорил о том, что да, в Якутске что-то делается там, есть сообщества, люди работают, но, к сожалению, пока нет уникальности. Вообще, поиск уникальности, айдентики, того, чем мы можем отличаться от другого города, это и есть задача сегодня наших проектов. И вот комар, как образ уникальной какой-то вот именно культуры, природы Якутии, это как маленький пример того, как это можно делать. И если это будет действительно только там присуще Якутии, оно же будет привлекать внимание не просто наших жителей, не просто туристов. Это вообще может быть каким-то, ну, совершенно мощным всплеском развития вообще как такового республики. Мы сейчас таким проектом занимаемся не только в городе Якутске, мы сейчас по районам уже стартовали. Буквально вчера мы были в Чуропче, и люди прекрасные образы давали. Я думаю, что вообще современное искусство, оно имеет очень хорошие возможности, потому что это незатратное искусство, да, незатратное. Вот. Вчера, например, в Чуропче народный мастер предлагал там что-то связанное с руническими надписями. В общем, очень много уникальности, что можно отразить во внешнем облике городов и поселений. Бапосов из этого списка выпадает, да? Почему нет? Не выпадает? Никак нет. Никто не выпадает, да, любую. Даже с учетом того материала, с которым... Совершенно, совершенно. Ни в коем случае. Вообще, да. Потому что можно творить из чего угодно, и тем более... Ну, о чем Лена говорила, да? То есть, на самом деле, почему как бы к современному искусству столько вопросов, да, у общества того же, да, что оно как-то должно как-то пониматься по-особенному, да? На самом деле, искусство современных художников, оно поднимает во многом такие же вопросы, как и раньше, да? Оно просто стало... вышло из пределов музеев и галерей, потому что когда оно стало больше появляться в пространстве города, оно стало... ну, больше вопросов задать. А, я понял. Стоп, можно я... Музеям стало, скажем так, тесно, вернее, они поняли, что заманить прямо так, прямым образом посетителей к себе не получается, и они шагнули... Авторы хотят больше общения, то есть, в пространстве посылов, да, и посылов, 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 потому что формирование как раз... Все искусство, на самом деле, не только музей, все искусство хочет больше фидбэка, да, больше обратной связи. Да, более коммуникабельным, кстати, да, и потом еще инструментарии просто меняются, это не значит, что современное искусство, оно чем-то хуже, чем классическое. Классическое искусство, оно действительно его воспринимают очень легко, потому что, ну, оно как бы прошло проверку временем, скажем, да, и да, оно достаточно гармонично вписывается в любое, наверное, пространство. А с современным искусством оно больше на эмоциональный отклик работает, какой... от удивления до восхищения. Ага, хорошо, об эмоциональной составляющей мы поговорим третьей части, отнюдь не завершающей. У нас полно еще времени, мы немножко такой экскурс в историю проделаем и так далее. Вы смотрите программу «Один из нас» и «Арт-сообщество». Вернее, я сегодня передаю мнение горожан, у которых, возможно, возникнут какие-то вопросы, представителям «Арт-сообщества» нашей республики, которые причастны к формированию новых общественных пространств столицы нашей республики. Увидимся после рекламы. Программа «Один из нас» и мы сегодня разговариваем. Мы говорим об общественных пространствах, о новых формах искусства, которая шагнула из камерных таких стен музеев, открытое общественное пространство, и при этом вызывает больший отклик, что и предполагалось на самом деле. И договорились во время рекламной паузы даже до того с Николаем, что наш народный художник, товарищ Бапосов, который лепит из навоза, он абсолютно вписывается в этот ряд общественных художников. Его можно сейчас смело назвать современным художником. Это просто один из его видов материала. Если ему дать другой материал, я уверен, он сотворит абсолютно тоже совершенно подобные, бесподобные вещи какие-нибудь. Это просто один из выводов самовыражения. Пусть в данном случае это будет его материал. Это тоже такая музыкальная вещь. Очень многие художники сейчас творят из торсия, из мусора. Мы не в полной мере согласны с тобой, потому что на самом деле... Материал, он диктует всегда форму, сам материал. И прекрасно это архитектор. Я обсуждаю как обыватель, простите. Поэтому я ничего не имею против этого творчества. Жизнь разнообразная и такую может быть. Форма творчества в Бапосов, она вписывается, вот я говорил, вписывается, в то пространство, которое создается деревенскими домами, деревенскими улицами и так далее. Мы же были в Намцах, когда там глава посещал муниципалитет недавно. А нет, я не была в Намцах, я постоянно ездила. Я к тому, что все вот это художественное актив, актив вот этих объектов, он должен вписываться определенным образом в архитектуру вот этих муниципалитетов. Если это деревенька о семи домах, да, с покосившимися стенами и так далее, согласитесь, что там вполне уместен и Бапосов и все кто угодно. А если там стоят красивые современные дома, вот как мы увидели в Намцах, почему бы там не появиться в том же берегистях и в Намцах, в Мае таким же красивым арт-объектом, который... Совершенно верно. И в этом направлении мы как раз сейчас работаем. Сейчас буквально вот прям в эти дни у нас параллельно проектируется 10 общественных пространств, в 10 городах республики Саха-Якутия. И по всем этим городам мы же работаем сразу в первую очередь с жителями. И как раз приходят больше креативные сообщества, молодежь. То есть все, что связано с развитием, оно как раз связано с тем, что жители сами что-то должны захотеть. И очень многие как раз говорят о том, что вот смотрите, там в Якутске что-то есть, в других городах есть. А почему, например, в Чуропче не сделать стрит-арт? Вот вчера буквально, я уже сказала, мы были в Чуропче, и там они реально уже заложили средства бюджета, чтобы расписать стену прямо при въезде всего Чуропча. Или, допустим, в Бердегистяхе планируют там установку какого-то же арт-объекта на территории общественного пространства, вот проектами которых наши архитекторы сейчас молодые занимаются. Практически во всех городах есть запрос на это. И не только в городах, но и в сельских населенных пунктах. Люди талантливые, потому что делают что-то даже из-под ручного материала. Ну и вообще, это же понятие оживления пространства. У нас очень традиционный подход, к сожалению, вообще к городской среде сложился. То есть это колонны, арки? Нет, это памятники, это, понимаете, традиционные площади Победы, скверы. Конечно, это должно быть. История, сохранение там истории, это очень важные вопросы. Но сегодня форматы абсолютно, ну, другие. И глядя на то, как это делается в других городах, вот почему я очень люблю наш Национальный художественный музей, потому что, несмотря на то, что они являются академическим музеем, именно Ася Львовна, вот когда Лена первый раз написала грант, они получили грант, это уже как бы дополнительное внебюджетное финансирование на объекты современного искусства. Начали проводить биеннале. В этом году же пятая биеннале уже современного искусства. Международный. И здесь как раз задача показать все-таки образцы. Вот, мне кажется, Сарглана очень хорошо сказала. Наши художники как бы и хотели бы что-то делать, иногда они не видят, куда обратиться, как реализовать свои возможности, где найти деньги на это. И вот задача вот этих всех мероприятий, она как раз показать, как это можно делать, собирать вокруг себя интересных художников. Мировой процесс. И прямо и включать мировой процесс. Опять же, население, как вы считаете, готово вообще к появлению таких кричащих форм общественных пространств? Более чем готово. Но никто не говорит о том, что это должны быть сугубо там кричащие, вырывающиеся из контекста объекты. Потому что действительно, если это объекты уже связаны с традиционной какой-то культурой, например, многие говорят, почему нет там якутских героев, там, не знаю, там, что-то связанное с историей. Но Лена Бога его написала. Это все может быть, это имеет место быть. Просто нам нужны как раз, как это, такие художники, которые это будут делать. И чем больше мы будем показывать и призывать этих художников, чем, собственно, музей занимается, и вообще все творческое сообщество, тем больше будет таких моментов. И в том числе и... Я про вандализм. Помните историю с Карасио? Конечно. Тоже форма такого стрит-арта, который, ну, автор данной скульптуры, я был, когда вот сразу, буквально через час после того, как он обнаружил его в сломанном виде, я знаю, как Сергей отреагировал на это. Ну, зная характер Сергея, он сказал, я бы руки повырвал тем, кто... Луна была вот здесь вот возле бывшей типографии, да, которую щербили и красили все коммунили. Вот как быть с этим? То, что есть все-таки в достаточной мере количество людей, которые, ну, с низким культурным, скажем так, уровнем. Ну, мы от этого никуда не денемся, просто надо как-то, мне кажется, чем больше таких объектов появляется, тем больше повышается культурный уровень людей, тем более бережно относятся люди к этим объектам. Еще можно такой ход, чтобы у каждого арт-объекта был свой хозяин. Он был заинтересован, чтобы арт-объект находился в каком-то хорошем состоянии. Тоже поле табу мифических лошавей Николая Полесского требует тоже внимания, ухода, потому что года, ну, через пять лет он просто может разрушиться, если не поддерживать, да. Поэтому мы призываем всех волонтеров, чтобы вообще идея была художника, я говорю как раз про табун, да, мифических лошадей, чтобы каждая семья якутская как бы как тотем приняла какую-то лошадку свою, да, ухаживала за ней, приезжала по каким-то дням, праздникам своим семейным. И так продолжала бы жить, да, это поле. Чуть ли не сотворить, да, скажем так, вот выделенных лошадей. Да, ну, они и творили. Можно и дальше продолжать развивать. На самом деле тут такой вопрос вандализма, да, он достаточно интересный, потому что общество может быть и не сто процентов готово, да, потому что вандалы всегда будут, не будет, это утопия, что как бы будет когда-то общество, которое сто процентов будет бережно относиться ко всему, что его окружает. Но, скажем, ну, чем вот, как Ирина Дмитриевна говорит, чем больше таких объектов, и тем больше мы увеличиваем уровень вовлечения местных жителей, вот, локального сообщества, вот, тех людей, которые живут вокруг дома, вот, скажем, тот микрорайон, в котором появился арт-объект. Если, как бы, система добровольчества, как раз-таки, которую мы сейчас стараемся развивать, особенно в культуре, вот сейчас вот первые шаги только делаем, если она сработает таким образом, что местное сообщество будет вовлечено в работу над объектом, если покрасил человек, он же не будет потом его уже ломать, да, и просто во взаимодействии с ним, да, тогда, ну, будет меньше актов вандализма. И потом, да, в случае, вот, там вообще целая деревня есть, которая заинтересована в том, что бы этот арт-объект был сохранен. Вообще, на самом деле, вопрос более чем серьезный. Мы буквально вот в этом году в рамках тех мероприятий, которые планируются в год консолидации, все структуры правительства республики как раз и сейчас планируют эти мероприятия. Например, Департамент охраны памятников культурного наследия сейчас запланировал очень хорошую акцию «Сохраним историю». То есть мы говорим о том, что сегодня нужен подъем населения, вообще какой-то патриотический, который дал бы отсыл к отношению вообще к объектам культуры как таковым. Это не только объекты современного искусства, вообще любые въездные знаки в наши села, какие-то объекты, которые обозначают границы муниципальных районов, они находятся иногда в безобразном состоянии, их просто не содержат. И как раз мы хотим сейчас этот вопрос поднять, чтобы более серьезно уже подходить. Во-первых, определять баланс содержателя, во-вторых, все равно какой-то должен быть определенный понимание того, что это все равно небольшие средства на содержание того или иного объекта культурного наследия. Неважно, какой он имеет статус этого объекта или, допустим, тот же объект Бапосова, например, я более чем уверена, что он сам отвечает за этот объект, он, наверное, вовремя его убирает до тех пор, пока еще не оттаяло все. То есть здесь и ответственность тех людей, которые живут, как вот Лена говорит, в тех районах, и ответственность все-таки людей, которые отвечают за это, это и муниципальные власти, это и какие-то общественные организации, это и просто люди, отношения, это во многом то, как мы, как общество, к этому относимся. Пессимизм свой все-таки не рву вот так вот, да, уподоблюсь Воланду, который скажет, что испортил наших граждан отсутствие художественного образования в детском возрасте, да, и не все способны воспринимать те или иные формы, особенно современное искусство, которое предлагает арт-сообщество в наших муниципалитетах. Еще раз. Голова мертвого индейца. Уже увидели, скажем так, рекламу ЛГБТ-сообщества, да, в ней. По мере испорченности называется. Ну, можно я немножко расскажу, да, вот как я вижу. Вообще называется этот арт-объект первобытный мираж. И на самом деле художник поднимает очень интересную тему, ведь первобытность, эпоха нашей истории, которая имеет огромный период. И все мы как бы родом оттуда, когда не было государств, не было границ, не было наций. И на самом деле вот этот ирокез, который напоминает нам панк-культуру, да, или культуру, ну, вот, низовые культуры, он отсылает тому, что как бы вот это огромное, огромный пласт, вот эта огромная мощная голова, из нее вырастают несколько агрессивные такие шипы. Это как бы рост цивилизации новых. Вот я думаю. А почему бы такие таблички рядом, скажем так, не ставить, а разжевать? Потому что каждый должен понимать по-своему. И должен задавать вопросы. Да, правильно, что раздает вопросы. Любой объект, любое искусство, оно обладает несколькими смыслами. И правильно все говорят, что эпатаж это очень такая характерная черта современного искусства, чтобы у обычного человека вызвать вот этот вопрос, да, эмоцию, чтобы он задумался. Ведь благодаря вот росписи Андрея Адна, которого так, ну, скандалило, да, многие жители стали говорить о якутских художниках. Они вспомнили, что у нас есть художники. Узнали, что вообще биеннале проходит, что есть национально-художественный музей. Пришли к нам, да. Поэтому, я думаю, вот это очень важная функция современного искусства, как бы, будоражить. Ну, есть тоже какая-то грань, то, что как раз-таки, ну, вот сделали такие эпатажные, провокационные. И оно остается. Да, остается. И у нас есть дети, которые на это смотрят, и воспитание культурой, да, получается. И в том плане, что я понимаю, что это нужно воспринимать как искусство, и в то же время ассоциативно, образно, вот, общественности приходят другие мысли. И, конечно, нужно учитывать общественное мнение. Я, ну, я за, за это. И в то же время, ну, возникает все-таки небольшая вот такая грань, чтобы общество, как бы, не пошло не в ту сторону, как бы, не воспиталось не в том направлении. Да, то есть, если в самом произведении заложено нелинейное восприятие, то есть, мы можем воспринимать так, вариант А, вариант Б, вариант вплоть до этого. Давайте мы сразу после рекламной паузы, опять же, вернемся к нашему обсуждению, пока во время рекламной паузы градус немножко повысится. Да, там есть своя грань. Я не зря избрал вот эту тему. Еще раз говорю, очень нравится такая культурная дискуссия, особенно если она вокруг современного искусства, вообще касается к областям культуры. Окультуриваемся немножко, и восприятие наших общественных пространств, наших муниципалитетов, оно должно всегда сопровождаться неким уровнем восприятия. Об этих уровнях восприятия, вот, говорят те, которые могут быть слегка не солидарны с общим мнением арт-сообщества. То есть, представители вроде бы арт-сообщества, да, но... Ну, у меня представительство и общество, и искусство получается в том плане, что я смотрю на все это как зритель, и в то же время как искусство. И, конечно, чтобы общаться со зрителями, мне очень важно, что думают люди. И, конечно, в том плане, что общественность как воспринимает все это. И, конечно, если, ну, многим нашим художникам, конечно, не хватает, наверное, такой именно смелости, именно показать, и именно в том плане провоцировать именно людей. И в то же время в этом есть какая-то граница. Провоцировать же, даже и не провоцировать. Например, что произошло в этом году, вот, Влада подтвердит, когда музей объявил открытый, как бы, прием заявок, очень мало заявок поступает от наших местных художников. Они даже если и поступали, они были, может быть, пока не того уровня. То есть, здесь на самом деле, как сказать, мы же хотим традиционного чего-то, может быть, более понятного людям, иногда образов, символов, да. Но отображение вот этих традиционных образов, оно все-таки, это же биеннале современного искусства, в современном формате. К сожалению, пока вот это же тоже и профессионализм, это и школа, это должны вырасти художники, которые умеют это делать и могут это делать. Ну, кстати, из восьми арт-объектов, пять арт-объектов биеннале выполнили наши якутские художники. Это Софья Шилова, это Сардана Иванова, это Лена Гоголева, это Арсентий Мельников. И Светлана Смареевна, да. Да, вот тут у нас присутствует. И всего, получается, два российских художника. Ну и чтобы международность придать, мы обратились к испанскому художнику Сан Мигель Акуде. Вот как раз он и закрыл наш. А я думаю, сколько людей, Дима, вот после того, как об этом начали писать средства массовой информации, зашли на сайт Сан Мигеля Акуде и увидели его искусство. На самом деле, впечатляющий художник, огромное количество работ. И, кстати, вот замечательные работы наших якутских художников Софьи Шиловой в Гагаринском округе, это розвись аптеки, она, к сожалению, не так обсуждаема, хотя абсолютно очень красивая работа. Она имеет нашу тему, да. Там такая девочка. Нет, весь тот хайп, который поднимают, скажем так, мои коллеги, в том числе Алексей Баславев, он же обязательно должен включать следующее слово. На средства из бюджета. Хотя мы знаем, что вы делали биеннале на грант, да? Да, на грант. На грант. Фонд президентских грантов Российской Федерации. Да, парк будущих поколений, это внебюджетный, еще раз говорю, фонд будущих поколений, да? То есть, на самом деле, прямых таких отчислений от наших налогов и так далее... А жаль, между прочим, надо сказать, потому что искусство современное, оно ничем не отличается от искусства традиционного и имеет место быть поддержанным в том числе... Вы хотите сказать, что надо еще и из бюджета... Ну, я не говорю, что прям буквально вот что-то, но на самом деле, обратить внимание именно на современное искусство, сегодня, я думаю, Минкультура нашему очень даже стоит, потому что, да, мы поддерживаем кино, а это и есть современное искусство. Грубо говоря, кино современное, оно совсем не то, которое было там раньше. Сегодня же достаточно много внимания, а киношники все говорят, к сожалению, на нас внимания не обращают, бюджет нам не помогает. Если мы говорим о каком-то традиционном... Союзом художников. Да. Вообще у нас идея создать кластер современного искусства на базе дома художников. Как только вы пронесли слово кластер, сразу возникло отчуждение. Это... Это всего лишь терминология современная. Психология восприятия, да. Почему? Нет, мы же знаем, что у нас строится. Центр современного искусства. Да, вот то же самое, когда говорят о том, что оно эпатажное, оно непривычное, город не понимает, город не принимает. Почему? Ну, допустим, если Акуду брать или Адну, да, они, ну, немного как бы извне рассматривали наше пространство, наш контекст, наши жители, наши традиции. И они внесли вот это вот... Но оно, скажем, там где-нибудь в Берлине, где-нибудь в Мексике, в Испании, оно будет вполне, да, в современном уровне развития этих городов, оно вполне органично. Здесь оно, конечно, немного первое время немножко ошарашивает, да. Но с другой стороны, наши авторы, наши современные якутские авторы, они сейчас находятся, ну, я не побоюсь этого слова, ну, не то чтобы выражения, в таком этапе, когда они осознают, осваивают пространство города для того, чтобы перенести свои станковые, традиционно станковые работы на формат, на масштаб городских проектов. Поэтому сейчас они только делают какие-то опытные работы. А вот художники, которые давно работают в пространстве города, они осознаются, размеряют прекрасно эти масштабы и уже умеют быстро и очень качественно выдать результат. То, что касается айдентики, да, просто есть опасения, что могут возникнуть, скажем так, фигуры Дарта Вейдеров вместо гумбаторов и так далее, да? Вы об этом хотели бы сказать? То, что все-таки влияние массовой культуры-то, оно гигантское. А почему бы нет? Здесь как раз, вот, важно услышать людей, например, мы в своих проектах вот сейчас, допустим, город Ленск, да, люди сказали, что у них очень интересно, вот в поиске образов уже привычные там, да, были ямщики, да, у них ладья русская, да, у них эти тройка, да. В каждом городе там... Но плюс у них, например, кедр растет, как нигде в Якутии. У них, например, они выбрали в образе айдентики рябину. Вы представляете, что можно сделать в виде рябины, какой объект современного искусства? Вот Лена начинает улыбаться. Все. И мы сейчас как раз в проекте сейчас прорабатываем. Есть прекрасный художник Ксения Кудрина, родом из Ленска. Мы уже на нее выходили и говорили, Лена, вы могли бы рассмотреть вопрос того, что, возможно, был бы какой-то ваш авторский объект в вашем родном городе, где вы родились. То есть здесь как раз вот это взаимодействие, оно очень важно, и образы могут появляться разные. А, например, в Нюрбе, понятно, там, в Чуропче это больше пока традиционный образ. То есть всегда разные подходы в зависимости от контекста. Где, какой город, какое поселение, какая культура, какая история. Есть же понятие, как бы, на самом деле, какой-то массовой памяти, скажем, да, вот такого кальтинного бессознательного, когда там архетипические образы возникают, у всех есть, оно заложено, и они узнаются. Но еще есть понятие живой истории, когда вот происходят, как бы, ну, образы должны быть из жизни, из жизни, из того, что мы сейчас живем. Но это же не значит, что, скажем, только одни исторические объекты, только, скажем, только Сергей, только ямщики, только кочи должны быть, да, вокруг нашего города. И то есть если как-то чаще об этом, может быть, говорить, вот так же, ну, на общество выходить, чаще говорить о том, что мы работаем с живой историей, с тем, что сейчас происходит, и понимаем, что завтра будет то, о чем мы сейчас говорим. Мы можем получить фигуры чиновника, мы можем получить фигуру якутского бизнесмена. Почему нет? Есть же бык, есть же бык в Нью-Йорке. Почему нет? Это есть фигура, просите меня, бизнесмена. Скажем, отрождествленная с быком, да? Нет. А какие-то буквальные формы, если вот приблизить, вот у нас дворник. Есть дворник. Дворник есть? Почему? Представители же бизнес-общества, могу сказать, вот почему поставили памятник? Я бы еще раз хотел подчеркнуть, что у нас население очень талантливое. У нас вообще наша изюминка нашего региона, нашей Якутии родной, да? Все говорят в один голос, что наша главная ценность — это богатство, недр, понятно. Но люди, те, каждый носитель из нас, с которым можно пообщаться лично и увидеть за ним огромный мир, который у него всего лишь в голове у одного человека, это говорит об очень многом. И вот это вот попытаться надо открыть, чтобы такие люди очень творческие в каждом поселении, в деревне, в наших городах, у нас республика очень большая, могли самореализоваться. Вот эта вот площадка нам очень нужна. Замечательно, мне просто Коля сказал, да? По крайней мере, возник вопрос, что у многих художников, что можно сделать действительно современное, аутентичное, привлекающее для туристов. И при этом оплачиваемое, привлекающее для туристов, но в первую очередь для своих же жителей, да, для нас, для общества. Вот, я хотела бы, я извиняюсь, хотела бы от нашего исторического парка «Россия – моя история» предложить один из образов нашего города, да, то есть который был увиден одним из талантливых очень архитекторов, который приезжал к нам в город по программе «Архитектор РФ» Владислав Провзинский. Он увидел наш город вот таким, город на ножках и вокруг комарики. То есть, и этот, как бы, вот этот образ мы решили взять за основу одной из линеек нашего музейного магазина сувенирной продукции. То есть мы тоже, как бы, я, допустим, воспринимаю его совершенно однозначно, то есть, что наш город отличается от других, что у него есть своя такая индивидуальность, что, как бы, ну, если мы будем так немножко с юмором к нашим сложным условиям, к нашим особенностям относиться, то, мне кажется, уровень топофилии у нас в республике резко увеличится. Я хотела бы от нашего парка подарить это Ирине Дмитриевне. Ой, спасибо большое. Алексею Эдуардовичу надо было такую футболку поднести. Мы, когда в массовое производство, сначала мы автору вышли, а потом будем раздаривать. Алексей Эдуардович, от имени программы «Один из нас», который целый час уделил вопросам современного искусства в наших современных городах, обещаю, такую же футболку ты получишь, когда она пойдет в массы. И на самом деле хорошо, что именно высказывания Алексея Эдуардовича, которые я еще раз говорю, он потомственный, скажем так, художник, спровоцировали арт-сообщество. Меня, как журналиста, о том, почему бы не поговорить о том, как меняется наш город в последнее время. Если пять лет назад мы говорили о вывесках, помните? Да. А сейчас уже говорим о полноценных арт-объектах. То есть, если акценты были смещены на вывески, сейчас мы говорим о голове мертвых индейцев. Это, я считаю, достижение, товарищи, представителей арт-сообщества. Хотя по вывескам у меня тоже очень много вопросов. Почему они 90% написаны на английском, которые неуместны, скажем. Нет, айдинь. По ним еще работать и работать. По ним еще работать и работать. И спасибо всем представителям нашего арт-сообщества, наших горожан, за то, что приняли участие в нашем сегодняшнем разговоре. И сегодня, я еще раз напомню, мы говорили, какими должны быть общественные пространства столицы нашей республики. Увидимся. Продолжение следует...